Ставить эксперименты в лаборатории Тяньгун-2 будут два тайконавта. В общей сложности они проведут в условиях невесомости 30 дней. Это самая продолжительная космическая миссия Китая. О её особенностях в продолжении выпуска. Недели жизни в невесомости, в одних и тех же условиях замкнутой кабины и с монотонным звуком работающих приборов. Именно это ждёт двух китайских покорителей космоса. Они проведут на Тяньгун-2 около месяца. Это рекордный для тайконавтов срок. «Орбитальную станцию ждёт долговременный полёт. Мы собираемся постепенно увеличивать время пребывания на ней тайконавтов, чтобы проводить всё более масштабные эксперименты». Специалисты подчёркивают, что участникам нынешней миссии предстоит столкнуться с рядом уникальных проблем, ведь человек не приспособлен к жизни без гравитации. «Мы попытались создать внутри модуля комфортную обстановку для жизни и работы, учли систему освещения и дизайн помещения. Вот это, к примеру, многофункциональный стол. На нём можно писать, работать, обедать, а также вести научные эксперименты». Тяньгун-2 также оснащён системой беспроводной связи. Тайконавтам достаточно надеть Bluetooth-наушники, и можно общаться с Центром управления на Земле, свободно передвигаясь по модулям. «В ходе предыдущих пилотируемых миссий космонавтам приходилось использовать довольно массивную проводную гарнитуру для связи с Землёй. Они не могли свободно передвигаться в ходе разговора. Теперь всё станет намного удобнее». Ключевая цель запуска Тяньгун-2 – тестирование технологий поддержания жизни для будущей космической станции. Так, в ходе миссии проведут ряд важных экспериментов по созданию устойчивой системы водоснабжения. Главный конструктор космического модуля отмечает, что задача его команды – построить функциональную космическую станцию, способную поддерживать жизнь в течение нескольких месяцев. Зоу Сеутун, СиСи ТВ